Если в разработке нет монтажа аттракционов, то студент будет скучать. Если содержание учебного курса не имеет мегатекстовой природы, то студент будет забывать материал, который он прошел позавчера. Он не сможет с легкостью брать с листа контент, и он будет навечно привязан к словарю. Если учебный контент не будет реализован, то студент не сможет заниматься в своей доминантной модальности. То есть он не будет включать в свои ведущие каналы восприятие обработки информации, и учение превратится в муку. Только учебник, только печатный текст без интерактивных тренингов – это элементарное, обычное, примитивное знакомство с информацией. Знание языка – это навык, а навык отрабатывается в тренинге. Монтаж аттракционов Сергея Эйзенштейна в практике преподавания языка. Мегатекст как форма организации и траектория освоения учебного контента. Понятие креализованного текста. Интерактивный тренинг. Ну почему же, черт возьми! А кто летал на первых истребителях? А кто в гражданскую, летая на гробах, сбивал неприятельские самолеты? Кто? Пушкин? Ну ты и сбивал. А когда это было? Поцелуй меня, по-настоящему. Тогда я тебя поцелую. Поцелуй меня, поцелуй меня, поцелуй меня. Поцелуй меня, поцелуй меня, поцелуй меня. Поцелуй меня, поцелуй меня. Оказывается, он существует? Кто? Кто-кто? Конь в пальто. Честное слово. Кто? 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 Все слушатели курса получат ключ к 43 заданиям первого, второго и третьего уроков для начинающих и смогут в любом порядке и в любое удобное для себя время входить в любой из этих тренингов на сайте. Для этого достаточно кликнуть в буковку О на верхней горизонтали экрана. Все слушатели курса будут заниматься на специальной LMS-платформе для преподавателей. Вы отработаете десятки учебных кейсов и будете знать, как вкручивать аттракционы в аудиторные тренинги, как без стресса работать с аутентикой на начальном этапе, как выстраивать материал, чтобы не забывался, как быть с домашними заданиями, чтобы их выполняли, что делать с видео и звуком, как слушать аутентичный текст, чтобы понять, как из учебного чтения прорываться в речи спонтанность, как дозировать письмо в курсе для начинающих, как управлять интересом и снимать усталость.